Алабин, великий провинциал, городской голова, человек, написавший и издавший историю Самары к 300-летию этого странного города. Этот фильм «Таинственный город Самара» вышел на экраны в начале 90-х. Один из его создателей, кинодокументалист Борис Кожин, называет ленту одной из лучших, выпущенных Куйбышевской студией кинохроники. Именно в Струковском саду впервые в России прозвучал вальс на сопках Маньчжурии. Автор музыки Илья Шатров. Это мало кто знал, пока мы это не рассказали в своем фильме. За документальной программой следует развлекательная. Ева Арсенадзе уже попрощалась с музыкальной школой, но не со сценой. Я люблю музыку, люблю петь, заниматься. Музыка для меня – это жизнь. Я без нее не могу. Мне очень нравится заниматься, и я думаю продолжить заниматься музыкой в жизни. Результат нашей работы – это выступление на сцене. Нет ничего более магического, чем сцена. И, конечно, это большой творческий стимул и для коллектива учащихся, и преподавателей. Третья музыкальная школа впервые открыла двери для учеников 68 лет назад. В 2004 году ей присвоено имя великого композитора Михаила Глинки. Сегодня здесь игре на музыкальных инструментах обучаются более 300 человек. В качестве почетных гостей на концерт были приглашены глава регионального управления ФСБ России Владимир Татауров и главный федеральный инспектор Сергей Чабан. Школа с большими творческими традициями. Школа на протяжении многих лет готовит музыкантов хорошего уровня. Многие из выпускников в последующем становятся профессиональными артистами, профессиональными людьми, которые музыку, творчество, искусство взяли как основное в своей жизни. На творческом вечере звучала музыка из известных кинофильмов, произведений знаменитых композиторов. Завершился концерт выступлениями педагогов. Алина Чемерес, Константин Головин, Григорий Крешаков. События. Аплодисменты.